приветствую вас на первом циничном канале очень часто от женщин приходится слышать такое утверждение муж постоянно ругается ругается просто на ровном месте какие-то скандалы устраивает вроде бы в семье все хорошо что его не устраивает иногда это переходит в пьянку то есть все поругался напился еще больше поругался вроде бы все нормально почему его как говорится вот вымораживает что-то что ему все не живется покою как говорится человеку нету что-то его гложет а что он даже не говорит при попытке выяснить при попытке там сесть за стол переговоров еще больше ругается все нормально там как иди к черту чего привязалась и вот непонятно и женщина недоумевает почему такое происходит по ее мнению никаких причин нет сейчас я назову пять причин по которым такое может происходить когда сиюминутных видимых причин нет но отсутствие сиюминутных причин не означает отсутствие причин вообще и да этот ролик больше наверное был бы интересен женщинам но только тем женщинам которые действительно хотят выровнять ситуацию выровнять или хотя бы понять ее причины поняв что выровнять ее невозможно но это по крайней мере не те женщины которые просто ну там знание о мужчине будут получать от других женщин. Пойдут к какой-нибудь психологине, она скажет, как, почему? Ну, потому что не настоящий мужчина. Мужчина должен то-то и то-то, то-то. Я знаю. Вот, какая-нибудь там разведенка, развалила уже пару семей, и теперь она знает, как строить семейную жизнь. То есть, если вы таким образом информацию получаете, ну, разведетесь, как и она, и будете знать, как строить семейную жизнь. Все нормально. Но если все-таки действительно мотивация какая-то более практическая, то, наверное, вам будет небесполезно послушать вот эти пять причин, по которым мужчина может без видимых сиюминутных причин ругаться. Ругаться и практически расшатывать семью. Либо трэш какой-то творить. Не знаю, там, вроде бы все нормально, в какой-то момент взял, просто пропил все деньги. Все. Пошла нафиг. У меня своя жизнь. Как говорится, кого вообще контролируешь, там, молчать, женщина. Вот что-то такое. И вроде бы, ну, нормальный только что был. Так вот, давайте разберем эти пять причин. Причина первая. Очень серьезная. И женщина ее зачастую недооценивает. Это отсутствие девственности на момент знакомства у женщины. Мужчина может сколько угодно говорить, что его это не касается. Да, мы живем в 21-м просвещенном веке. Сейчас глупо такое требовать, наличие девственности. Вот. Да и он тоже, как говорится, не мальчик на момент знакомства. Но его это действительно может на первом этапе не касаться. И, в общем-то, как говорится, лишь бы полегче найти отношения. Для мужчины сейчас даже сколь-нибудь нормальные отношения найти довольно трудно. Сколь-нибудь нормально. И поэтому, ладно, как говорится, дареному колю в зубы не смотрят. Все мы не идеально. Погнали. Но в процессе отношений люди сближаются, если это нормальные отношения, люди сближаются. И уже то, что можно было позволить человеку, которого рассматриваешь, по принципу, трахай пока дает, то человеку, которому, которого действительно воспринимаешь уже душой, это уже не прощается. И поэтому там хочется чистоты. При сближении, при максимальном подъеме хочется чистоты. А чистоты нет. И из-за этого начинают психовать. А так как сам, в общем-то, в свое время сказал, что ничего страшного, то и высказать эту причину глупо получается. Сам же согласился. Но согласился, по сути, под давлением обстоятельств. Невозможности найти другие отношения, определенных ментальных стереотипов в обществе, что, ну, как говорится, если на голову не срут, то уже хорошо. Вот. То есть, какую-то грязь все равно нужно принимать. И таким образом человек мечется. Мне очень много мужчин задавали вопросы на консультациях, в личку, что думал, как говорится, смогу перетерпеть, а не могу. И сейчас все расшатывается. Да, может быть, месть за это. Это не то, чтобы месть. Это, ну, как бы, если вы человека режете ножиком, а он вам по морде дал, это не обязательно месть, просто ему больно, он отбивается. Это, в принципе, реакция на боль, с которой он столкнулся и которой он не ожидал. Когда, как говорится, а, ладно, лишь бы, как говорится, что-нибудь было. А то, что, как говорится, либо дрочить, либо отношения какие-то искать. Пусть будут отношения. Но сейчас ему хочется большего, а большее уже невозможно. Оно априори невозможно, оно перечеркнуто. И вот из-за этого, из-за того, что мужчина упирается в потолок, в перечеркнутость дальнейшего пути развития отношений, ну, он, мягко говоря, психует. И да, он может расшатывать отношения, пока их не сольет. Это первая причина. Вторая причина. Это месть, уже действительно месть, может быть подсознательная, за унижение при ухаживании. Это женщина может казаться, что мужчина должен добиваться. Женщина, он вам ни хрена не должен. Никто, никому ничего не должен. Вы можете, да, смотри, добиваешься, а то вот еще кандидат есть. И если он одержим похотью, он будет добиваться на первых порах. Там, как бы, вы ему выставили конкурентов, за мной смотри, сколько бегают. Да, он пытается перебить ставку, участвует в этом аукционе, но это, по сути, поедание говна, это унижение колоссальное, под влиянием гормонов, похоти. Если потом, через 5-10 лет, неважно, его похоть отпустит, он вспомнит это унижение, он его уже интерпретирует не как ухаживание, не как там добиться, победить в соперничестве, а как именно унижение, которым оно и является. И будет мстить. И точно так же заставит вас есть говно. На моральном, конечно, на моральном, ментальном уровне. Точно так же будет издеваться, как вы издевались над ним. Просто он подождет более подходящей ситуации. То есть, когда у вас было, там, не знаю, 5 мужиков за вами бегало, и вы говорили, давайте, давайте, давайте. Ну-ка, настоящий мужчина должен доказать, что он достоин. А вот когда у вас будет трое детей, и намного худшая внешность, он скажет, пошла вон. Или упроси меня, чтобы я тебя оставил. И когда вы будете понимать, что нету никаких пятерых кандидатов на вас, то опаньки, а куда с тремя детьми? А я сейчас зарплату уменьшу до прожиточного минимума, и ты будешь получать на них алименты соответствующие. Вот. Или упроси меня. Он вас будет возить, как говорится, лицом по грязи, ровно так же, как вы его возили в свое время. Вот. А настоящая женщина должна доказать, что она достойна мужчину. И погнали. Это может быть подсознательно. Но. Вспомните Иосифа Кобзона. Ничто на земле не проходит бесследно. И если вы унижали мужчину, как только его отпустит похоть, из-за которой он вообще стал унижаться, иначе бы он вас сразу нахер послал, как только его отпустит похоть, он вам ответит той же монетой. И зачастую с процентом. С очень хорошим процентом. И на тот момент, когда этот ответ будет, расстановка сил может быть уже не в вашу пользу. Тогда вы пользовались тем, что у вас, вы на танке против рогатки, а сейчас вы можете быть с рогаткой против танка. Не в вашу пользу расстановка сил. Вот таким образом. То есть это не обязательно количество детей, это может быть заболевание. Очень часто женщина может сказать, что вот, как говорится, была здоровая, была нужна, а оказалась в инвалидной коляске, все, мужчина бросил. Нет, не бросил, отомстил. Он тоже не нужен был, может быть, без зарплаты, без определенных оплат счетов. От него тоже много требовалось. Он не нужен был сам по себе. Но одержимость похотью, и он вот за доступ к телу готов был унижаться. А сейчас он найдет лучше. Тело он найдет лучше. Поэтому вполне возможно, это просто ответка вам прилетает. Тоже над этим подумайте. Следующая причина, это нагрузка, с которой вынужден мириться мужчина. Я сейчас не говорю про детей от предыдущих отношений. Это уже не область отношений с мужчиной. Это область отношений с оленем. То есть, если мужчина там мирится или же не мирится с детьми от предыдущих отношений, принимает их, ну, в принципе, для меня трудно понять, что у него в голове делается. Поэтому не берем. Для меня это человек сумасшедший. Вот, по моему мнению. Мириться с другой нагрузкой. Допустим, с общением там, с вашей мамой. Она ему нафиг не нужна. Но вот это вот, почему ты не любишь мою маму, если это навязывается. Да, мужчина вам может сказать, люблю, все, ладно. Не любил, как говорится, ну, раз ты сказала, что должен любить, люблю. Но, понимаете, ведь любить нельзя заставить. И первое впечатление, которое он вам озвучит, он скажет, она мне не нужна, общение с ней. Оно единственное верное, и оно, как бы, не изменится никогда. Как бы вы не заставляли. Дальше вы можете, там, ультиматумы ставить. Либо, как говорится, общаемся с моей мамой, либо отношением конец. Так вы никогда не поймете его мыслительный процесс. Вам дадут уже конечный продукт. То есть, как это будет происходить в мыслях? Ага, расстаемся, либо общаемся с мамой. Так, отношения искать еще очень долго. С другой, скорее всего, та, с которой найду, точно так же будет требовать общения с мамой. Вот. Либо окажется какой-нибудь, мягко говоря, сниженной социальной ответственностью. То есть, там может быть и мама, и еще плюс какой-то пойдет трэш. А может быть, с мамой не будет требовать, но другой трэш будет больше. Короче говоря, скорее всего, я, ну, хуже получится. Вот. Либо общение с мамой. Да подавись. Черт с тобой. Как говорится, чтоб она сдохла побыстрее, твоя мама. Вот. Ну, черт с ней. Какое-то время потерплю. И вам готовый ответ. Хорошо, дорогая, мы будем общаться с мамой. О, полюбил маму, думаете вы. Ну, вот примерно, каким образом он ее полюбил. Он будет ждать. Когда она подохнет. И в какой-то момент не выдержит. Или у вас внешка упадет. Он скажет, ага, ну-ка еще раз перевешиваем. Опаньки. Опаньки. Тут уже больше стало. Почему? Потому что внешка упала. Потому что теперь, кроме общения с мамой, я еще должен мириться с упавшей внешкой. Вот. Да нет, пожалуй, уже лучше другую искать. Все. Сначала был 51% за то, чтобы черт с ней общаться с вашей мамой. А теперь уже 49%. Лучше другую поищу. Да, там тоже может быть требование общения с мамой. Но сиськи более упругие будут. А тут уже что-то, как говорится, время, время. И поэтому в совокупности это уже не перевешивает. И вы это увидите, как какое-то предательство. Вас просто послали. А вы изначально человека так ставили. Что либо-либо. Он вам ответил. На тот момент это было так. Он вам ответил. Хорошо. Будет мама. Сейчас он пересмотрел. Обстоятельства поменялись. Сиськи обвисли. Он говорит, что нет, больше никакого общения. Все. Без всякого либо-либо. И более того, даже если вы здесь уже будете согласны отказаться там от принуждения общения с мамой, да зачем? Меня уже унизили. Меня один раз сломали. По сути, заставили принять. Вот. Да пошла ты. И все. Вот за это унижение. Тут уже дело не в маме. А за то, что один раз сломали. Вот. А сейчас пошла нафиг. Вот это тоже может быть. То есть, учитывайте, какую нагрузку мужчина несет, ну, кроме женщины. Не навешивайте. На него слишком много нагрузки. Иначе вот такие тоже моменты возможны. Но да, на тот момент, мы же все-таки, почему ругается постоянно? На тот момент, когда он будет с вашей мамой все-таки общаться, ну, как бы, когда человек режут, он, конечно, может понимать, что нужно молчать. Но иногда ему будет так больно, что он заорет. В какой-то момент это будет агрессия. Как вам покажется неоправданная. И он сорвется на вас. То есть, он пообщается с мамой, будет терпеть, 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 а через пару дней вам по полной программе. просто. И вы не будете понимать, что в чем дело-то. Все же хорошо было. Бабах и, как говорится, удар в спину. Вот. Естественно, там не обязательно физически, но тем не менее. Почему? А потому что? Потому что терпеть бесконечно невозможно. И иногда человек начинает уже от большой боли, скажем так, кулаками махать. Это закономерная реакция. То же самое и с ухаживанием. Тоже будут, то, что я перед этим причину называл, тоже будут какие-то непонятные всплески агрессии. Это не обязательно месть. Это может быть просто вспоминание тех унижений и, соответственно, ну, просто неприятность. И из-за этого срыв на вас. Дальше. Неуверенность мужчины. Это четвертая причина. То есть, если, в принципе, мужчина видит, что вы общаетесь с какими-то подругами вашими, которые уже давно семью развалили, соответственно, эти подруги наверняка вам в уши заливают. У вас, не знаю, какое-то там общение с мужчинами на работе не считается изменой. Это же по работе. То есть, мужчина не уверен. Он уже пошел на жертвы на какие-то, поунижался там при знакомстве, общается с вашей мамой, но понимает, что в любой момент может быть слив. Он видел, как жена его друга или там родственника пообщалась с разведенными подругами. И через полгода эти разведенные подруги ей объяснили, что ты такая несчастная, тирану своему подчиняешься. Ну и семья развалилась. Он это видит, он не дурак, понимает, как работают механизмы. Он видит, что при ультиматуме прекрати общаться с подругами, либо я, либо они, выбор будет, что пошел вон, подружки мне ценней. И из-за этого тоже могут вам прилеты быть определенные. То есть, напрямую вам не скажут, потому что он тоже может понимать, что его предпочитают подругам. Точнее, подруг предпочитают ему. Но, тем не менее, какие-то, опять же, смотрите, все эти прилеты могут быть, когда расстановка сил меняется. Сейчас вы общаетесь с подругами, вы понимаете, что подруги вам говорят, давай разводись с этим козлом. В случае, вы разводитесь, вы находите себе другого оленя. Но, в каких-то ситуациях, заболевания, большое количество детей, или вообще наличие детей, порча внешки, в результате уже временных изменений, все переигрывается, и вот здесь мужчина скажет, ага, а вот теперь-то, как говорится, все будет по-другому. Все, это как в мультиках, там, кот мышонка гоняет, мышонок почему-то резко вырастает, там, съел какое-нибудь чудодейственное средство, и опаньки, оборачивается к коту, а теперь будет по-другому, теперь убегать будешь ты. Вот здесь примерно то же самое происходит, то есть не уверен. Вы видели, когда-нибудь, чтобы мужчина ругался сам с собой? Ну, это раздвойне личности. По идее, в нормальных отношениях, женщина становится частью мужчины, воспринимается, и поэтому руганий не будет, по определению. Если же вы показываете, что нет, нет, вы самостоятельны, вы в любой момент можете его слить, все, неуверенность в любой момент, значит, в любой момент от неуверенности постоянно ругань идет, с собой не ругаются. Ну, и последний момент, ваши планы не согласуются с его планами, вы его обманули попросту, то есть вы представляете семью, там, не знаю, с детьми, с общением с вашей мамой, там, не знаю, с гостями, и с подруг разведенок. Вы это все представляете, но видите, что мужчина, как говорится, ну, мягко говоря, не горит желанием такой семьи. А что он хочет? А он хочет нормальную, там, жену, походы какие-нибудь, не знаю, там, на шашлыки, на рыбалку, и вы ему это даете, по первости, скажем так, на периоде знакомства, вы ему это даете, чтобы потом ваши планы пошли. У него не было ваших планов. И когда он получает, по сути, получает обман, не мудрено, что он начнет срываться. Когда то, что он хотел получить от этих отношений, для него схлопывается, начинаются ваши планы, то есть у вас не было желания знакомиться и жить вот с конкретно этим мужчиной. У вас было желание найти мужа, вам нужен был муж абстрактный, кто это будет, пофигу, Ваня, Петя, Миша, родить детей, он может быть не хотел детей, а не ему нафиг не нужны были, но вы уже за него все решили, как-то не хотел, что это за семья без детей. Дети нужны, ему это нахрен не нужно было. Для этого вы, по сути, там демо-версию покрутили и как бы готовы, слюбится-стерпится. Ни хрена не слюбится, ни хрена не стерпится. Это могут быть десятилетия скандалов и в конечном счете пошла к чертовой матери, там, не знаю, в 40-50 лет. Запросто. Потому что, когда его уже похоть полностью отпустят, по возрастным изменениям, гормоны ослабеют, блин, дети какие-то, которых он не хотел, общение с родственниками, с вашими, которые ему нахрен не упали, а гормоны отпустили, что будет удерживать? До этого момента гормоны удерживали. Больше ничего не удерживает. Пошла. Все. Тоже не надо удивляться, что надо же всю жизнь, там, я на тебя лучшие годы. Он не просил таким образом. Ваших лучших лет он не просил. Он просил, может быть, лучших лет, и готов был дать свои лучшие годы женщине, которая с ним на одной волне, а не которая прокрутит ему полгода демоверсию, затащит в ЗАГС, и, соответственно, потом начнет просто осуществлять план своей жизни. Не совместной, а своей. А у нее там уже все четко. ЗАГС, дети, общение с мамой, через демоверсию. Самое главное, не питайте иллюзий, не считайте, что, скажем так, слюбится-стерпится, что можно какую-то дичь втереть, залететь обманом, либо даже не от него залететь, либо от него, когда он этого не хотел, там лапшу какую-то повесить про сбойнувшие таблетки. Все это такая дичь. Вы в краткосрочной перспективе можете получить результат, но срок этого результата будет определяться сроком, сколько мужчину будет похоть держать. Как она его отпустит, либо вы не сможете ее поддерживать, внешка у вас упала, либо, не знаю, появилась другая на горизонте, либо у него вообще все схлопнулось из-за возраста. Много, может быть, причин. Как только его отпустят, он вспомнит все, все логически взвесит, повыносит вам мозги как следует и пошлет к чертовой матери в большинстве случаев. Поэтому не надо удивляться. То, что вам казалось, что можно, ну, как дурака разводить мужчину, ну, как правило, это не так. Как правило, это кажется. Кажется, потому что он действительно под влиянием похоти похож на идиота. Но похоть не пожизненна. И она даже не десятилетиями длится. Она отпустит. И будет вам полнейший прилет с процентами. Поэтому не надо удивляться. Ну, либо ходить к психологиням и, соответственно, слушать, какими должны быть настоящие мужчины и сливать всех остальных. Ну, то бишь, всех, собственно. И быть такой же там разведенкой, как эта психологиня. Тоже вариант. Какой выбрать, решать вам. Продолжение следует... Продолжение следует...